прямой эфир все всем привет 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 так я надеюсь дайте мне какой-то знак что в телеграме эфир идет я на самом деле в телеграме новичок и конечно в эфирах в телеграме не разбираюсь вот но а фейсбуке тоже дайте знать что эфир идет и что меня видно и слышно эфир из дачи я нахожусь на даче и из леса под птичьи голоса и сегодня будет бубен погода без дождя костер юра сейчас разжигает сзади меня и у нас будет бубен сразу скажу что это не ритуал это никакой не шаманский ритуал для тех кто меня типа поправляет что костер надо по определенным правилам заводить вот за мной пруд за мной вот думаю как эту камеру тут можно покрутить за мной лес и кругом зеленая трава я уже говорила что когда я на даче я провожу звук чаш и звук бубнов то есть кристальные чаши у меня в городе юра разжигает костер ну а мы по дачному мы в той одежде которая у нас здесь на даче нашлась потому что она не вся тут есть юра как вот это вот чуть-чуть передвинуть а что-то я хочу навести к вот это вот чуть-чуть вот сюда вот вот так все теперь я поняла как это двигается ну и как всегда по традиции я рассказываю про энергии недели энергии недели все мы пишем спасибо ольга все мы пишем кто откуда у кого какая погода так дым идет на меня ну хочу чтобы вот теперь наверное надо мне будет переставляться почему-то дым идет на меня так сейчас надо будет подсушить бубны да и по понедельникам я рассказываю про энергии недели и неделю я назвала кипучая деятельность если прошлая неделя у нас были надежды лета то сейчас кипучая деятельность и кипучая деятельность это знаете некоторый допинг который проснется в каждом человеке для того чтобы свои надежды лета воплотить то есть энергия из пространства нам дается для как раз рывка воплощения и неутомимости вот реально неутомимости и это неутомимость будет выходить ну достаточно по-разному у всех будет происходить некоторое такое удивление самих себя и это тоже ну как бы узнавание себя в новом качестве неделю открывает горный хрусталь горный хрусталь и это камень который как сказать основополагающий главный над всеми кварцами и этот главный над всеми кварцами сейчас я его буду показывать нет сначала я расскажу про энергию недели я еще не привыкла проводить эфиры отсюда ко всему же у меня теперь вот новая площадка в телеграм-канале и я пытаюсь освоить интернет здесь не самый лучший и поэтому всего на на две соцсети идет на фейсбук и идет на телеграм надеюсь идет я не знаю где тут смотреть комментарии вроде бы меня слышно как узнать что меня слышно в телеграме я даже не знаю подскажите если вы знаете надеюсь что-то получится итак неделя кипучая деятельность это кипучая деятельность она знаете проявится как будто бы ниоткуда мы все получим вот этот допинг как я сказала потому что пространственной энергии они нас всех гонят на вершину состояния именно к вершинке лета представляете так быстро всего вот не полный месяц и уже вершина лета и и солнышко пойдет покатится уже с горки вниз и у нас стояла холодная погода и мы как бы этого мая практически не заметили именно из-за холода и вот у нас второй день в общем-то тепло хотя я вот оделась оделась чтобы стоять у костра потому что я естественно вся буду дымом пахнуть и а дело так чтобы в общем-то это не держать в доме что еще хочу я сказать про эту неделю на самом деле эта неделя будет с открытиями и многие откроют для себя ну как бы глаза по новой так вот отвечу на вопрос камень примит это скорее всего камень принит если он зелененький то это принит и он такой успокаивающий камешек и по идее должен быть натурально а какой он у вас магазине я точно не знаю и так неделя откроет нам всем глаза вдруг мы что-то увидим и поймем сложим цепочки взаимодействий из которых складывается все знаете я стою лицом на север да и сзади меня вот там немножко сзади юг и сегодня по прогнозу ветер северо-западный но почему дым идет на меня я не понимаю и так мы все откроем глаза и сложим цепочки взаимодействий ну вот как складывается одно с другим ой спасибо анжелика что в телеге все в порядке здорово вот как складывается одно с другого одно из чего что вытекает я в сегодняшнем который вот на вторник дне написала что например ну например что приходилось вот у нас приходят животные в лес и людей пугают там кабаны и приходят с этими семьями лось и люди кричат давайте их отстреливать и так далее и они не проводят параллель о том что вокруг города вырубили леса этим животным просто негде жить и негде кормиться человек нарушил и дом и пищевую цепочку и вот это я привела для примера кристаллософия в telegram находите ссылки давала на сайте ой на странице фейсбучный кристаллософии давала ссылку на telegram я сейчас не знаю как уже когда в трансляции дать так вот эти цепочки или например цепочка вот я уже привела тоже пример знаете я в прошлом году расставила вертушки от кротов вертушки от кротов чисто чтобы не было этих вот их кучек земли и заметила что сато пыляется хуже то есть у меня маленькие яблоньки посажены и вертушки эти отпугивают пчел а в бал уже уже рыси бегают здорово это здорово что у нас есть животные но это то что мы у них отнимаем дом они идут к людям и вертушки от кротов отпугивают в том числе и опыляющих насекомых большие вот эти вот ветрогенераторы они тоже от они отпугивают птиц а птицы кстати съедают тех самых клещей от которых нам надо делать прививки то есть вот эти вот цепочки всевозможных событий их можно проследить и в политической жизни и в жизни каждого человека и в бытовой в природе и когда мы это складываем у нас открываются глаза реально открываются глаза и даже вот сейчас политические события если мы сложим эти цепочки что зачем и почему так происходит у нас откроются глаза и получается так что вот эта неделя она кипучая деятельность но у нас откроются глаза еще эта неделя из пространства нас загрузила но солнечные коды загрузили нас осознанием присутствия на планеты на планете земля мы как бы это все время знали но сейчас вот после того как откроются глаза и мы осознаем что мы здесь присутствуем вообще-то не случайно что нас позвала сюда земля как я уже постоянно говорю у нас есть право рождения здесь спасибо ольга у нас есть право рождения здесь и от того что мы здесь родились нам не надо было получать разрешение у каких-то людей нам не надо было получать какие-то я не знаю там верительные грамоты для того чтобы стать землянином и получается так что это естество жизни это процесс жизни который не уничтожим и он живет через каждого человека как я есть присутствия и вот это я есть им присутствия в каждом человеке на этой неделе проявит себя очень ярко и и мы поймем что эту жизнь творим мы что эта жизнь у нас с нашими выборами с нашими ежедневными одобрениями или повторениями то что мы одобряем мы это повторяем мы это делаем то что мы не одобряем мы перестаем это дело сделали один раз записали у себя опыт что он был не удавшийся и больше не повторяем жизнь живет вот этими повторениями и создает тем самым общий опыт и знаете я вот неделя только загружалась а я буквально почувствовала что я буду делать марафон про смерть последний марафон показал что интерес к этой теме есть но для того чтобы понять жить нам надо узнать что такое смерть для того чтобы пойти к бессмертию нам надо узнать и что такое жизнь и что такое смерть она запрос на бессмертие на возможность через кристаллы удлинить время жизни на возможность через работу с кристаллами стать долгожителями и тогда у меня вопрос а вообще если нам тут не все нравится то какой смысл пространству нас делать долгожителями какой смысл нашей душе здесь как можно дольше оставаться какой смысл вообще нам здесь жить если нам здесь все не нравится но мы хотим жить долго нам нас по большому счету вот как она земля устроена изначальность нам нравится нам не нравится что происходит в обществе людей что сделали люди и это накладывает на нас вот это вот я есть им присутствия я знаю как это сделать у нас у к внутри каждый у каждого человека в клетках записано что мы знаем что такое бессмертие мы знаем как умирать как делать переход как становиться бессмертными мы это знаем поэтому мы к этому стремимся но мы не знаем как это сделать вот в создавшихся условиях и ситуациях и для этого нам надо погрузиться за другую сторону завесы и в то же время желая быть бессмертными многие хотят именно этого только из страха смерти из страха а что такое умирание как умереть и что за этим переходом из-за этой завесы есть соответственно вот эту тему буду буду делать будем разбирать на марафоне и буду давать практики выбор стать бессмертным стать долгожителем или завершить жизнь тогда когда захотелось это вообще на самом деле серьезный выбор и серьезные потому что вот этой весной очень много ко мне было вопросов ну типа остановите планету я сойду как как сойти как прекратить эту жизнь и сейчас вот я акцентирую на этой неделе те кто спрашивал остановите планету я сойду как мне прекратить жизнь которая мне не нравится на этой неделе через свою кипучую деятельность они получат пинки особенно пинки на самом деле мы все их получим пинки для начала и для страсти жить но иначе для переустройства жизни или обустройство жизни под задачи души и это будет этот процесс будет достаточно длительный но присутствие каждого человека прямо сейчас вот мы с вами говорим она просто необходимо она необходимо и если мы все вот тут встретились и в это время воплотились то наверное мы что-то можем плюс эта неделя позволит каждому или даже не позволит а проспонсирует каждого прийти к своей так кто тут у нас летает прийти к своей ну наверное более высокой самой идентификации найти свое но вот это избитая слово предназначение но на самом деле а что мне делать сейчас на земле как проявить свои таланты и вот в новых условиях я больше чем уверена что ко многим людям придут идеи как именно проявить свои таланты кстати вот поздравляю с комарами комаров из-за холода долго не было и сейчас эти комары появились и вот тут как раз один пролетал и напомнил про аметист про аметист потому что аметист своим фиолетовым лучом если его добавить в ауру да он делает вас для комаров менее заметными и более невкусными вот как-то так поэтому отправляясь в лес отправляясь на природу на какие-то посиделки берите или одевайте на себя аметисты так и вот возвращаясь к предназначению возвращаясь к тому что таланты которые могут проявиться на этой неделе будут такие как мы этому не учились мы это нигде не совершенствовали она вдруг откуда-то появилась из клеточной памяти как некоторая операционная система которая была встроена в каждого человека изначально и была здесь мы просто этого не замечали поэтому вот эта операционная система на этой неделе именно через деятельность проявится если вы будете сидеть и ничего не делать ничего не пытаться предпринимать то хотя я очень сомневаюсь что у вас это получится потому что будет некоторое шило в месте которое будет вас шевелить и толкать на какие-то дела и идеи тоже будут приходить и я допускаю что идеи будут приходить через сон через какие-то медитативные практики через прогулку по природе по лесу или по берегу моря вдруг вы воспримете как некая некую инициацию которая вдохновила вас вот так и так поступать так и так действовать и это тоже будет ну так сказать для многих новым опытом поэтому не пропускайте такие моменты позволяйте себе среди своей кипучей деятельности посмотреть по сторонам и послушать природу и почувствовать себя вписанными вот в эту функцию жизнь в это природное великолепие как вот у нас сейчас все расцветает все зеленеет и красота неописуемая плюс кипучая деятельность может быть необходимо просто необходимо это как шанс вашей души самореализоваться в этом воплощении вот просто подумайте над теми идеями не рассматривайте идеи так вот она пришла к вам идеи вам она показалась с колокольни 3d опыта она вам показалась утопической или него невозможной к реализации или еще каким-то образом то есть вы сами критические и убьете в самом зачатке то есть вот здесь не убивайте сразу подумайте немножко еще пару раз и это будет здорово рассмотрите ее с с позиции абсурдности с позиции почему абсурдности я говорю с позиции того что иногда абсурдные идеи они становятся самыми нужными вот в этом пространстве и возможными для реализации именно через вас это важно то это действительно важно если вам пришла в голову ну пускай совсем какая-то смешная идея ну или идея знаете творческая вот у меня на сайте есть как сделать розы с кристаллами и я прекрасно понимаю что любая женщина скажет вот розы из креповой бумаги в моем доме она конечно красиво но она будет собирать пыль то есть практический ум сразу отметет и скажет мне это не надо но может быть как раз делая эту розу вырезая бумагу чувствуя как она шуршит создавая какой-то образ этой розы вы вспомните какой-то другой свой талант кстати в этой розе внутри очень интересная кристальная начинка с очень интересной программы которую вы можете внести для себя а лепестки как бы расширяющие эту эту программу и создающую некоторую воронку для того чтобы пространство на эту программу давала ресурс так вот знаете одна женщина которая была у меня на семинаре и которая делала эту кристальную розу знаете что она сделала она стала делать шапочки с такими же розами только уже из ткани и из декора с вуальками и так далее у нее это дело пошло то есть я это говорю для примера как возможно какая-то ерунда но через деятельность и через наверное кипучую потому что вы же хотите эту розу докончить и начать и сделать ее красивой и потом еще какое-то время поноситься с ней где ее в интерьере лучше поставить да вот через это к вам придет какая-то другая идея и знаете иногда надо пространству просто показать что мы творческие люди что мы готовы что-то сотворить будет ли это бантик на одежду будет ли это я не знаю вышивание крестиком будет ли это кристальная какая-то штучка которая будет висеть на окне кстати у меня на сайте такие тоже есть которая будет висеть на окне с кристалликами пропускать свет и вас вдохновлять именно вдохновлять или усиливать ваш сигнал который вы отказываетесь сами у себя услышать творческий сигнал и это дорогого стоит поэтому я вот реально говорю кипучую деятельность заводите продолжайте делайте пусть что-то что-то будет совершенно пустяковое делайте просто делайте и предпринимайте хватайтесь за все вмещайте энергию показывайте пространству что вы готовы что вы творческая личность почему я так это говорю потому что на этой неделе через кипучую деятельность он наша высшая часть мы можем это называть душой можем называть духом можем называть высшим я наша высшая часть соединяется через дела с нашей земной личностью и и всегда в этом был разрыв а сейчас это как раз наилучшим образом будет совмещаться и я так думаю что к осени это совмещение произойдет и мы будем чувствовать себя более целостным человеком знаете каждый человек рождался и сейчас одну минутку юр принеси мне стакан воды каждый человек рождался и его часть энергии души не вместилась в тело не вместилась в это воплощение и по мере того как функция в пространстве постоянно функция жизни повышает вибрации человеческие высшие части входят внутрь человека мы становимся более объемными и более многомерными и вот это не помещающаяся часть сейчас соединяется и на этой неделе она вам помогает творить и развивать вот эту вот всю кипучую деятельность вот надеюсь вы меня услышали вдохнула дым вот вот надеюсь вы меня услышали поэтому действуйте предпринимайте находите решение открывайте глаза смотрите на что-то новым взглядом спасибо юрочка смотрите на что-то новым взглядом и позволяйте себе увидеть то на что раньше не обращали внимание теперь мы переходим теперь мы теперь мы так у меня тут кристаллы на пеньке теперь мы переходим именно к горному хрусталью но горный хрусталь это то как я уже сказала самый главный шаманский камень я сейчас его буду показывать вот шаманский у меня вот этот он видите в рубашке если его по шлифовать да то он будет там прозрачный здесь у него есть уголок и видно что он внутри прозрачный но снаружи у него рубашечка у него есть такие вот помощники видите еще кристаллики рядом он как вот как гроздь как-то так пытаюсь показать что было видно как сросток такой вот и он тяжеленький естественно тяжеленький часто с ним махаться будет рука уставать сейчас покажу другие вот видите вот этот прозрачный горный хрусталь это кварц и он прозрачный кварц и и когда в него погружаешься глазами он уносит поднимает вибрации и его луч входит через глаза в тело и уносит на уровень души и духа ну и вот еще один сросток у меня здесь есть тоже прозрачный шестигранная вершинка и это наше сознание ну вот еще покажу вот это уже шлифоны это уже по инструменты палочки для передачи определенной энергии в целительных практиках на самом деле если вы такие покупаете да вот просто купили как волшебные палочки что вы можете с ними делать вы можете писать в пространстве свои пожелания вот утром встали и написали в пространстве свое пожелание там я желаю там любви вот просто воздушными словами нарисовали там что-то или еще каким-то образом то есть это волшебные палочки ну и плюс вы можете направлять энергию в те или иные зоны на своем теле прикладывая к определенным точкам если вы знаете акупунктуру или еще что-то вы тоже можете также с ними работать и всегда помните что лучик будет идти вот в эту сторону в сторону заострения это горный хрусталь горный хрусталь почему я говорю шаманский камень потому что он поднимал сознание и помогал связаться человеку как раз таки со своими высшими частями которые в него не поместились которые в этого человека не смогли по причине неподготовленности клеточной систем клеточной структуры физического тела это не значит что человек был какой-то неполноценный это значит что просто вибрации пространство они позволяли человеку быть вот с такой физикой а сейчас человек немножко с другой физикой естественно он может вместить в себя больше еще я хочу сказать про физику физика нашего тела меняется тоже и когда человек начинает это понимать он замечает за собой то что раньше допустим с ним не срабатывало ну там таблетки на многих перестают действовать раньше от головы там помогали а сейчас не помогают или же вообще человек отказывается от таблеток потому что не только потому что они на него не действуют а потому что они просто ему не нужны больше или же это происходит вот эти вот какие-то интересные самоисцеления которые непонятные или человек начинает свое тело ощущать иначе это тоже происходит с телом для того чтобы вместить вибрации и знаете еще очень часто приходится слышать что ну вот думаю как бы так деликатно сказать слышать слышать как люди не любят свое тело как они его критикуют как они пытаются его там улучшить как они его тихо ненавидят потому что образ образ в голове как идеально как кукла барби человек должен типа выглядеть а в жизни получается совсем иначе другие гены там разные разная комплекция и так далее и люди тихо начинают ненавидеть свое тело только из-за его внешнего вида и знаете что происходит происходит разрыв между душой и телом тогда человеку сложнее найти свою целостность происходит вот это та жизнь а вот это вот я такая неудавшаяся да и я встречала людей которые ругают папу с мамой за плохой генофонд или еще за что-то а вы знаете что душа может очень многое в теле вытащить к лучшему для этого ей надо это позволить не ненавидеть свое тело а именно соединить душу с телом праздновать что вместе с душой что у вашей души есть тело и есть возможность жить физическую реальность знаете сколько здесь душ летает которые не добыли тело которым так не повезло которые мечтают хотя бы оказаться вот в этой физической реальности испытать эту гравитацию которую мы можем через тело испытать прикосновения и всевозможные ощущения дотронуться до природы реально пощупать поэтому вот если это ваша тема если вы свое тело немножко опускаете я уже не говорю если немножко опускаете то просто подумайте что это дар и ваша душа она счастлива какое бы оно ни было кривое, косое, поношенное худое, толстое и так далее оно есть через него ваша душа щупает, трогает, наслаждается тактильными ощущениями прикосновениями друг к другу и получает совершенно другой-другой опыт и это здорово и как раз таки многие меня тоже спрашивают как соединиться с духом с духом надо соединяться через любовь ко всем своим проявлениям через любовь к телу к тому, как оно живет к тому, как оно себя чувствует к личности к тому, как личность себя проявляет и это дает возможность слышать свои личные потребности слышать то, что душа с личностью может разговаривать вот эти моменты они на этой неделе именно через дела будут проявляться через желание делать, предпринимать изменять, делать новый выбор улучшать этот мир и понимать что, вообще-то, ваше пространство зависит от вас очень и очень сильно и вы на него можете влиять кстати, все марафоны они практически об этом я об этом все время говорю ну а сейчас мы можем переходить к звуку так вот я еще хотела дополнить про горный хрусталь горный хрусталь помогает как раз таки ориентирует он поднимает ваши вибрации помогает соединиться с душой и духом и услышать свои высшие части на физической реальности это самое ценное его качество ну плюс он там работает со временем плюс он помогает ролик, кстати, есть видеоролик он помогает получить знания и интуитивные прозрения которые человек или отвергал или отказывался или считал это фантазиями или считал это нереальным или вымыслом или еще как-то еще чем-то и вот горный хрусталь помогает соединить ту невидимую реальность с этой проявленной реальностью и если вы к горному хрусталю добавите дымчатый кварц то у вас образуется вот этот вертикальный поток который очень продвинет вас по пути к духу и пониманию жизни кстати я сделала игру игру я даже не знаю как на проверку ясновидения на проверку ясновидения три камешка завернула в салфетки и на следующий день вот сегодня в сторис выложила и послание от этих камешков и развернула их и люди могли проверить свое ясновидение знаете что я хочу сказать что я прочитала комментарии и эмоциональный настрой лабрадорита почувствовали многие это говорит о том что мы живем эмоционально и через эмоции мы можем почувствовать эмоции усилили сигнал от камня и человек его почувствовал духовные люди кто у меня учился еще смогли почувствовать дымчатый кварц дымчатый кварц это заземление потому что именно он притягивает энергии духа физическую реальность именно через вас ну и сейчас мы переходим к бубном и как всегда будет первый бубен серый для природы второй бубен для здоровья он целительный и я напоминаю что это не какой-то шаманский ритуал это звуковая настройка с помощью бубна вибрационно-звуковая настройка для каждого вы можете в момент звучания бубна не важно нравится вам не нравится не слушайте это как концерт слушайте это как вибрацию и представляете что из вашего поля из вашей ауры вытряхиваются все зажатые мусорные энергии ну как пыль из ковра вылетает и позвольте себе мы очень много зажатого всего носим позвольте себе подвигаться под бубен ну станцевать какой-то дикий танец или постучать в мой такт хотя бы ладошкой по столу или как-то еще то есть вот подумайте как вам поучаствовать в этом звуке и естественно слушайте звук через тело когда мы слушаем звук через тело мы соединяемся с я-есмь присутствием у меня тут кристаллики вот кстати и лабрадорчик и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну и этот бубен, он как бы звук прибоя Он горячий Добавил субтитры DimaTorzok И вот к нему тоже можно постучать Ну, мне нравится так Добавил субтитры DimaTorzok 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 и для природы наверное сделаю маленький эфир сделаю маленький эфир знаете о чем а каменных чубриках вот о том какие как тут у меня муж складывает камешки и как они одухотворяются и являются ну скажем так духами нашей территории вот это вот эфир сделаю наверное выйду в телеграме так как я хочу его осваивать и сделаю эфир ну может быть еще и в фейсбуке вот она сегодня это все и напишите мне как вам нравятся эфиры с бубнами какой бубен понравился больше или лучше напишите про про интересует ли вас тема от смерти жизни и возрождения бессмертия может быть или долголетия то есть это тоже напишите и было бы здорово если бы указали почему там мне написали про макияж да я в прошлой трансляции сказала что я сюда вообще приехала на дачу как-то странно собравшись не взяв даже карандаша для губ и не говоря уже про помаду так в телеге нужно открыть комментарии так я не знаю как это делается если знаете подскажите или тогда погуглю чтобы следующий раз открывать комментарии да что то я тут наверное никакой особой кнопочки не увидела для того чтобы открывать комментарии хотя вот спасибо что вы мне это сказали ну вот я не нашла как открывать комментарии и так вот в том эфире в прошлом я сказала что я приехала сюда без косметики и мы поехали я накупила какой-то дешевый временной той которая здесь в деревне было и в общем-то пыталась как-то себя привести в порядок ну вот это вся та же дешевая временная косметика на мне и из разных каких-то линий вообще это таких производителей даже не знаю ну вот как то так получилось чтобы выйти в эфир вот а конечно же я здесь на в деревне так как людей мы здесь практически не видим только когда приезжает сын семьей один-второй и лес и мы в общем-то расслабляемся по полной и естественно я здесь никакими косметическими процедурами не утруждаюсь я здесь живу вот в совершенной естественности и мне это нравится мне нравится что у меня здесь нету зеркала что мне только такое маленькое и полностью растворяешься в природе и чувствуешь жизнь как она живет через тебя и это здорово а звук моря понравился да потому что он такой особенный я не крашусь но здорово я тоже уже практически перестала краситься для жизни вот только для эфира немножко привожу так какой-то марафет ну и вот всем кипучей деятельности прекрасной недели больших совершений и таких знаете знаковых осознаний и знаете что я вам хочу еще вот как напутствие для недели сказать помните что вас сюда земля позвала не люди не какие-то там политики не какие-то кармические задачи хотя карма присутствует вас сначала изначально сюда позвала земля именно в то место в которое вы притянулись которым вы воплотились здесь создалась воронка для ваших вибраций значит именно здесь ваши вибрации воткнулись в землю и начали разворачивать свою жизнь и это дорогого стоит все огромное всем спасибо пока пока до следующих эфиров у меня постоянный эфир по понедельникам ну и если тут еще вот очень хочу вам показать каменных чубриков сделать такое маленькое видео или видео сделаю тогда видео размещу в общем как-то сделаю сейчас уже вечер не не буду это делать а днем в солнечный денек здорово и сделаю хочу также сказать что мы приехали здесь трава была по колено и первое что мы а так как территория большая и первое что мы делали мы косили 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 вот а так как у нас роз и у нас все хорошо с влажностью то у нас все это зеленеет растет как ненормально это здорово вот всех обнимаю всех люблю огромное всем спасибо пока пока так